Приветствую! Приветствую вас в прямом эфире, я Максимов. Максим, мир вам, благодать, благословение, умножение, радость, помазание. Пусть Бог благословит вас обильно. Вы знаете, я хочу снова и снова приветствовать всех зрителей телеканала СНЛ, также приветствую всех наших домочадцев, жителей Дома Веры, сказать мир вам драгоценный. Добро пожаловать, кстати, в Дом Веры, присоединяйтесь к нашей интернет-общению. Мы каждый день встречаемся, кроме субботы и понедельника. И если вы хотите попасть, зайдите на сайт домверы.ру, сейчас вы видите на экране, и вы можете здесь комментировать во время прямых эфиров. Ну что ж, я Максимов Максим, и сегодня у меня будет очень важная тема. Очень важная тема, я вернее продолжу мою важную тему, которую я начал некоторое время тому назад. Мы с вами взяли за основание Псалом 83. Если и пойду долиной плача. Если, проходя долиной плача, у нас случается долина плача. Долина плача это естественный процесс, долина плача это естественное направление, долина плача это естественное продолжение жизни, которое происходит. В действительности, если мы движемся в нашей христианской жизни, то у нас будут встречаться долины плача. И мы будем проходить через сложные времена. И не нужно удивляться. Ой, у меня сложное время. Это нормально, сложное время. И мы с вами говорили, что проблемы надо использовать. Проблемы нам даны для одной цели. Для какой цели? Чтобы мы поднялись и стали великими. Проблемы помогают нам возвеличиться. Тебе возвеличиться. Подняться во власти. Подняться в духе. Проблемы сопротивления, которые ты встречаешь. Послушайте. Когда мы говорим, о, ну проблемы это плохо. Но большинство из вас пришло к Иисусу и покаялось из-за проблем. Да, да, да. Большинство из вас пришли к Иисусу Христу. И вы сказали, Господи, прости меня. По одной причине. Из-за того, что у вас были проблемы. Другими словами, если бы у вас не было проблем, пришли бы вы. Многие из вас не пришли. И я знаю, о чем я говорю. Потому что некоторые люди, они идут за Иисусом только тогда, когда наступают. Проблемы. А наступили проблемы, пришел, кается, молится. Поэтому, если с этой точки зрения взять, то послушайте, драгоценные. Слава Богу, что у нас были проблемы, что мы ко Христу пришли. Если бы не проблемы, я не знаю, пришел бы ты ко Христу или нет. Ну, надеюсь, что пришел. Но сегодня ты дитё Божие. Сегодня ты часть Божьего Царства. Сегодня ты во Христе Иисусе из-за проблем. Поэтому посмотрите, как реакция на проблему. Вот это, кстати, была очень хорошая реакция. Когда возникла проблема, ты пришел ко Христу. Когда возникает проблема, приходим ко Христу. И открываем перед Ним свое сердце. Другими словами, проблемы помогли вам вырваться из тьмы. Проблемы помогли вам выйти из тьмы. Проблемы вывели вас из тьмы. И вы сегодня в Царстве Божьего Сына. Слава Богу. Слава Богу. Посмотрите, но это совершенно с других сторон. То есть, когда мы говорим с вами о помазании, силе, о духе, обо всем. Многие вещи рождаются с проблем. С мук, с болей. Женщины, вы рожали детей. Скажите мне, пожалуйста, как этот процесс происходит? Легко и весело или мучительно и больно? Проблема? Тяжело ребенка вынашивать, таскать на себе? Поначалу может быть и незаметно, но со временем становится тяжело. Правда? Мы четырех вынашивали, мы знаем. И когда мы говорим о проблемах вынашивания, боли, и ты таскаешь, таскаешь этот рюкзачок с собой все время. А потом вдруг он начинает шевелиться, начинает бить тебя изнутри. И как бы возникает, начинают проблемы. И он борется. И потом, когда роды начинаются, это же больно. Это же больно, когда все внутри рвется. Это ужас. Дорогие мои, и вот когда мы говорим о проблемах, проблемы родов, они увенчиваются славой рожденного ребенка, наградой, дети награды от Господа. Вы знаете, когда мы говорим с вами о хождении в Господе, когда мы говорим о хождении духовном, конечно же, мы понимаем, что проблемы – это трудности, кризисы, боль, когда ты теряешь многое. Одна из вещей, которые помогают вам становиться сильнее. Многие, конечно, хотели бы жить в тепличных условиях, чтобы были теплые условия, чтобы ты всегда хорошо. Но вы когда-нибудь пробовали тепличный огурец? Вот этот безвкусный, вот этот ровный, вот этот какой-то бесформенный, какой-то непонятного вкуса. А когда-нибудь огурец с грядки брали, знаете, возьмете огурец с грядки, занесете в дом, запах на весь дом стоит. Вот он не такой гладкий, он шершавый какой-то, он скрюченный, наверное, он на солнце лежал, его дождик поливал, его там ночью замерзал, летом днем перегревался. Но такой он вкусный. Помидор в тепличных условиях и помидор в натуральных условиях дикой природы. Когда мы говорим о всех, кто переживает трудности, люди, пережившие трудности, люди, победившие трудности, они становятся великими. Посмотрите на людей, которые преодолели трудности. Они поднялись, они поднялись, они стали лучше, они стали сильнее, они изменились, их характер изменился, их отношение изменилось. Они стали по-другому смотреть на жизнь. Они стали совершенно, совершенно другими. Трудности – это часть Евангелия. Иисус не сказал, что придете ко мне, и тогда я вас лишу всех трудностей. Он сказал, придите ко мне, все туждающиеся обремененные, и я успокою вас. И возьмите иго мое на себя, хомут, ошейник, и бремя мое, и впрягайтесь за мои дела. Послушайте, когда мы смотрим, проблемы, они приходят вызовами для нашей жизни. Если ты преодолеваешь проблему, ты выходишь великим. Величие приходит. Приходим к проблеме и понимаем, проблема пришла, но я хожу во славе Господней. И Господь помощник, Он помогает мне. Я выхожу из любого кризиса. Я выхожу из любой ситуации. Посмотрите, сколько людей на земном шаре. Но Бог избрал вас. Как вы думаете, почему из 7 миллиардов Бог избрал вас и нашел, и привел к себе? Почему? Необходимо понять Божье мышление, необходимо понять Библию, понять, почему Бог делает. Почему Бог избрал тебя? Вот из 7 миллиардов Он избрал тебя. Вы не хотели, может быть, к Нему идти, а Он избрал вас. Он призвал вас. Вы, Его избранники, Он избрал вас и поставил. Я молюсь, чтобы Бог дал понять вам, кто вы есть. Бог не хочет, чтобы вы были обиженными, ненавидящими себя, ворчливыми, опустошенными. Бог не хочет, чтобы вы были в ситуации, когда вы находитесь в полном разочаровании. Послушайте сейчас, дорогие мои. Бог не хочет, чтобы вы были невежественными. Все, что происходит с вами, это не случайно. Это не случайно. И есть основания, на котором нужно нас возвышать. Бог хочет нас возвышать. Ведь мы род избранный. Он избрал тебя. И Он хочет тебя возвышать. И если с тобой что-то происходит, это не случайно. Одна из причин. Бог хочет тебя возвышать. Пришли проблемы. Это значит, Бог хочет тебя возвышать. Я не говорю, чтобы Бог послал проблемы. Нет. Но Иов, преодолев проблемы, помните, когда случились у него проблемы? Там дьявол пришел и начал говорить с Богом, какие-то дела. Но написано, что он стал в два раза богаче. Он стал в два раза счастливее. Он прожил длинную счастливую жизнь, преодолев все проблемы. Он возвеличился. Дорогие мои, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Посмотрите на любые ситуации. Посмотрите на любые ситуации, которые происходят в вашей жизни. Посмотрите на любые вещи, которые происходят в вашей жизни. Все, что происходит в вашей жизни, по одной причине. Иисус хочет вас возвеличить. Иисус хочет, чтобы вы поднялись. Иисус хочет, чтобы вы чему-то научились. Даже если ты учишься на каком-то предприятии, новой профессии, не сиди просто в стороне. Не сиди в стороне. Нажимай на кнопки. Уже начинай действовать. Не жди, пока кто-то там будет. Подключайся. Да, ты не понимаешь, как эти кнопки работают. Но начинай нажимать. Начинай уже переключать. Начинай делать. Начинай двигаться. Не жди, пока кто-то будет говорить, ну давай. Проблемы возникают, двигайся, не жди. Не нужно сидеть отстраненно, смотря на свою жизнь. Принимай активное участие. Бог меня избрал. Бог меня поставил. Я знаю, для какой цели. Я знаю, кто я. Это откровение знать, кто я и что я могу. Кто Бог и что он может. Кто дьявол и что он может. Кто такой мир. Что такой мир дьявольский в этот мир. И что этот мир может. Если мы это все знаем, дорогие мои. Если мы понимаем вот это все. Тогда мы победители. Мы победители. Итак. Конечно вопрос возникает. Из-за чего приходят проблемы. И теперь ты должен быть благодарен. Благодарю тебя Господь. Я царство насыщенства. Я взятый в удел. И я знаю, что когда ко мне приходят проблемы. Одна цель. Чтобы я поднялся выше. Для меня нет ничего невозможного. Я знаю, что Бог со мною. Я вижу, что все для меня возможно. Люди, которые смотрят и говорят невозможно. Они видят невозможное. Я вижу возможное. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вижу возможности. Все видят невозможности. А я вижу возможности. И когда у тебя не получается. Это не значит, что у тебя не получилось. Это значит, что всего лишь одна попытка. Эдисон должен был включать 9000 раз. 999. Чтобы пытаться зажечь лампочку. У него было 9990 раз. Методов, которые не включают лампочка. Некоторые говорят, это было у него 9999 неудач. Нет. У него было 9999 попыток включить. И он понял, как она не включается. И один раз он включил лампочку. О, слава, о, слава, о, слава. Люди дорогие. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Я обращаюсь к каждому человеку. Вы находитесь в ситуации, когда возможно ваша лампочка не включается. На какой лампочке вы остановитесь? Первый, второй, третий, десятый. Сколько нужно зажечь лампочек, чтобы в конце концов понять, что О, у меня зажглась лампочка. Зажгите свою лампочку. Бог хочет сделать вас выдающимся. И я должен принять решение. Для успешного человека нет слов невозможно, не получится, не смогу, не существует. Нет, таких слов нету для меня. Для великих людей все возможно, все получится, все смогу, все преодолею. Поговорите с любым человеком, который добился успеха. Он не говорит через призму невозможности. Поговорите с любым неудачником, и он все время говорит невозможно, не смогу, не получится. Не так все просто. Не, не, не. У него не вот это стоит такое огромное не. Вам необходимо, да, вы будете видеть препятствия и проблемы, но вам не нужно верить в них и не нужно разговаривать с ними. Эти препятствия или трудности, они не останавливают это всего лишь, ты должен на нее встать, оттолкнуться. Найди тысячу путей, видя преграды, найди тысячу других путей для их преодоления. Или один хотя бы. Можно тысячу, а можно один. Ищите всегда выход. Выход всегда есть. Выход всегда есть. Нет ни одной проблемы, которая могла бы вас остановить. Нет ни одной проблемы. Нет ни одной проблемы. Выход всегда есть. Если ты смотришь на проблему И ты думаешь Что я не знаю как выход Чем больше ты смотришь на проблему Тем меньше ты видишь выход Не смотри на проблему Смотри на выходы Не смотри на преграды Ищи выходы Слава, слава Иисусу Христу Если вокруг тебя люди Постоянно говорят Мы не можем, у нас не получится Мы не способны Тебе лучше поменять окружение Ищи людей, которые позитивные Которые говорят, что все получится Станьте великими Окружите себя благословенными людьми Примите решение Примите решение Я человек, который находит выходы Не сдавайтесь После первого раза не сдавайтесь После второго раза не сдавайтесь Не сдавайтесь после десятого раза Не сдавайтесь Продолжайте, продолжайте. В какой-то момент у вас произойдет выстрел. Вы сможете, вы сможете все преодолевшее устоять. Вы сможете преодолеть. У вас получится. Поверьте мне, у вас получится. Вы сможете. Бог благословит вас. Бог направит вас. Бог укрепит вас. Бог даст вам будущность и надежду. У вас все получится. Станьте великими. Мы же верующие. И мы можем верить. Мы должны верить, что у нас все получится. Для нас все возможно. Потому что Богу все возможно. И верующему все возможно. Поэтому с сегодняшнего дня слова «я не могу», «я не знаю», «не получится», «не смогу», «не уверен» должны быть забыты вами. Вам нужно их забыть. Прекратите на них концентрироваться. Хватит уже с этими словами жить вместе. С сегодняшнего дня выключите эти слова. Отключите их. Отключите их. Отключите их. Просто изгоните эти слова. Примите решение. Я могу. У меня получится. Замените свой словарный лексикон. Замените свой запас словарный. Измените парадигму. Посмотрите по-новому на ваше восприятие жизни. Если вы все время смотрите на проблему, то ничего кроме глухой проблемы вы не видите. Если смотрите вне проблемы, вы видите тысячу путей. Люди, которые только говорят о проблемах. Живут проблемами. Обсуждают проблемы. Друг другу показывают проблемы. Эти люди, они не способны, не могут видеть выходы. Человек, который видит выходы, человек, который видит выходы, он способен. Он может. Он преодолеет. Найдите выход. Эдисон был верующим, кстати. Вы знаете, что человек, который изобрел лампочку, он был христианином, глубоко верующим. Почти все изобретения великие в истории, которые были сделаны, были сделаны верующими людьми в Иисуса Христа. Его спросили, почему он не разочаровался после множества неудачных попыток сделать эту электрическую лампочку. Он ответил. Бог всего лишь 999 раз показал мне, как этого не надо делать. Конечно, возникает вопрос, почему Богу не показать сразу же, как нужно сделать? Но Бог показал, как не надо делать. А все остальные... Он просто сказал, вот так не надо делать. Знаете, что он даже конский волос пытался в электричество ставить, чтобы он светился. Он с чего только не пытался сделать, пока не пришла к нему идея, как это сделать. Будьте настойчивыми, будьте упертыми, будьте теми людьми, которые идут до конца. На какой лампочке ты остановишься? После какого раза ты прекратишь делать испытания? Вы знаете, все люди запомнили этого Эдисона. По какой причине? Да по той причине, по той самой причине, что он продолжал делать. Он продолжал делать. Он продолжал делать. Продолжай. Продолжай делать. Продолжай стучать. Продолжать. Мы еще раз и еще раз говорим. Для Бога ничего нет невозможного. Бог может все. И он продолжает изобретать. Вы род избранный. И мы призваны быть жизнью великими, сильными, успешными. Продолжай действовать. Нам необходимо вычеркнуть все негативные слова. Мы все можем. Я найду ответ. В Слове Божьем есть ответ. Я могу, я уверен, я знаю. Бог откроет мне тайны. Каждому человеку нужна одна тайна. О да. Вы знаете, когда вы должны... Если вам Бог доверил, вам нужно быть верным в малом. И верным в том, что Бог дал вам. Когда мы смотрим на людей неверных, и мы говорим, о, смотри, он неверный. Он пытался сделать что-то, но он не мог сделать. И он пытался три раза сделать, но он не был верен в постоянстве. Я верный в постоянстве. Я продолжаю стучать. И даже когда мне трудно, я продолжаю стучать. Я продолжаю искать. Я продолжаю говорить. Я продолжаю верить, я продолжаю молиться, я продолжаю сражаться, я продолжаю биться, я продолжаю искать ответы от Господа, я продолжаю, я не останавливаюсь, это моя позиция, еще 999 раз я буду пытаться, даже если не получится, я буду снова, и снова, и снова, это позиция, не останавливаемая позиция, кто-то говорит, сколько тебе раз нужно споткнуться, чтобы перестать ходить, и все время буду спотыкаться, и вставать, и буду идти. Сколько раз ребенок, спотыкаясь, падая, прекращает. Нет, он снова и снова пытается ходить, и потом начинает ходить. Начинайте, преодолевайте. Вы знаете, сопротивляйтесь. Борьба — это сопротивление. Сопротивление — это победа. Победа, которая дана нам от Господа. Боритесь. Вы предназначены для сопротивления. Будьте верными. Бог никогда не подводит. Неблагоприятельные обстоятельства, трудные ситуации помогают нам сконцентрироваться, раскрыть, выдавить, выжать все свои потенциалы, которые Бог вложил в тебя. Любые трудности, они помогают раскрыться тебе, раскрыть тебе свои способности. Любой вызов в твоей жизни — это всего лишь попытка показать, что там внутри тебя спрятано, что заложено внутри тебя. Какой генератор, какая тайна заложена внутри тебя. Внутри тебя есть что-то. Великие люди находят один секрет. И они движутся в нем. Посмотрите, когда Давид пришел на поле боя. Вспомните эту ситуацию. Давид приходит на поле боя. И вокруг неблагоприятной ситуации. И эти обстоятельства давят на него. Но интересно, что мы поговорим об этом больше. Когда Давид, его брат унизил, Голиаф кричал в ситуации. Давид пошел и победил Голиафа. Теперь, когда Давид победил Голиафа, все стали петь «Саул победил тысячи, а Давид победил десять тысяч». Все женщины стали петь «Он такой победитель, он классный». Вот я размышлял по этой ситуации. Думал, интересно, Саул, конечно же, горчился, когда услышал это. И почему это случилось? Да потому, что Саул был ему брошен вызов. Голиаф ждал великого воина. Саул испугался и не пошел сражаться с Голиафом. Саул смотрел на Голиафа и видел свое поражение. Давид смотрел на Голиафа и видел свой выход. Если кто-то не использует свою власть, придет другой человек и возьмет и победит. Если ты боишься, как Саул, идти на сражение с Голиафом, то придет тот, кто займет твое место. Иди на сражение с Голиафом. Сражайся с Голиафом. Побеждай Голиафа. Иди борись с Голиафом. Сражайся с ним. Сделай так, чтобы Голиаф узнал, кто в доме хозяин. Саул отказался. Послушайте, царь Саул, он был военачальником. По идее, он должен был пойти и сразиться с ним. Но он не пошел. Он не пошел сражаться. Он не пошел сражаться. Он просто смотрел со стороны. Давид же попал в самое пекло. В самую проблему. Но он победил ее и вышел из ситуации победителя. Дорогие мои, не обращаясь к вам. У тебя есть позиции, как Саул спрятаться за обозами. И там где-то прятаться, чтобы тебя не заметили. Чтобы никто не увидел. Или у тебя есть возможность выйти и сражаться. Если ты прячешься, то придет кто-то, кто победит. И кто займет место царя. Таковы правила. Таковы правила сражения. Таковы правила победы. Таковы правила в жизни. Когда ты видишь проблему, бросай вызов. Через обстоятельства трудности раскрывается то, что находит в тебе. Для того, чтобы приготовить апельсиновый сок, нужно выдавить. Приложить усилия. Нужно сделать усилия. И ты не получишь апельсиновый сок, если ты не залезешь на дерево. Не стрясешь эти апельсины. Не очистишь кожуру. Если ты не выдавишь из них. Потрясающий сок приходит после сопротивления. Я хочу апельсиновый сок. Мне нравится апельсиновый сок. Но если я не делаю этих шагов. Если я не делаю этих шагов. Тогда делает кто-то другой. И он побеждает. Знаете, когда я прихожу в магазин и покупаю галлон апельсинового соком. Я плачу за чужую победу. Кто-то залез на дерево. Кто-то собрал апельсины. Кто-то их выдавил. Кто-то их налил в этот галлон, в бидон. И принес мне. И я плачу деньги, чтобы получить кусочек победы, который кто-то осуществил. Послушайте. Если вы хотите наслаждаться соком, вам необходимо предложить усилия. Лазить по деревьям это трудно. Собирать апельсины не так просто. А любой шаг. Вот послушайте. Любой шаг. Если вы любая... Хотите сделать стакан. Вот у меня здесь специальный стакан. С двойным стеклом. Здесь и здесь. И посередине воздух. И она такая удобная. Даже если там кипяток налит, то снаружи он не горячий. И вот эту специальную кружку сделали. Ее отливали. Кто-то взял какое-то там стекло или песок специальный. И потом отливали. Потом формы придумали. Разрабатывали. И сегодня они через трудно... Это не так просто. Не так просто сделать стакан. Но нужно сражаться. Любое сражение, оно поднимает тебя. Бог допускает преследование, гонение, трудности в нашей жизни. Почему? Помните, Иисус сказал? Блаженны, изгнанные за правду. Ибо их есть Царство Небесное. И вы, когда будут поносить гнядь, вас правильно засловить. Это потрясающе. Посмотрите. Иисус нам обещал. Нас к концу подходит. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея и пятая глава. Здесь сказано о всех благословениях. Послушайте. Все благословения. И третий стих. Пятая глава, третий стих. Блаженны и нищие духом. Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие. Ибо они утешатся. Блаженны кроткие. Ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны милостивые. Блаженны чистые сердца. Восьмой стих. Девятый. Блаженны миротворцы. И дальше. Вот эти все позиции. И вдруг он говорит. Блаженны изгнанные за правду. Гонимы. Ибо их есть Царство Небесное. Ну ладно быть миротворцем. Быть чистым сердцем. Это легко. Быть алчущим, кротким. Но блаженны изгнанные за правду. Как же это так возможно? Что же тут блаженного? Но тебе принадлежит Царство. Господь допускает. И дальше написано. Блаженны вы, когда будут поносить. Одиннадцатый стих. Блаженны вы, когда вас будут поносить. Поносить вас и гнать. И всячески неправедно злословить за меня. Будут уничижать. Умолять. Говорить гадости. Судебные дела на вас заводить. Радуйтесь и веселитесь. Радуйтесь и веселитесь. Двенадцатый стих. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда в небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Аминь. Иисус Христос обещал нам гонение. Он сказал. Ребята, вас будут гнать. Вас будут гонения. Это нормально. Это благословение. Давление. Бог допускает гонения. Почему? Чтобы мы были сильнее. Награда приходит через давление. Награда приходит через гонение. Награда приходит через препятствие. Любое препятствие, если ты сможешь преодолеть препятствие, приходит награда. Любое препятствие, любое препятствие в твоей жизни, за ним стоит награда. Не дай, чтобы кто-то другой преодолел за тебя твое препятствие. Он получит награду. Давид шел и девушки пели. Давид победил десять тысяч. Хотя Давид сразил одного великана. Но девушки уже распели десять тысяч. Саул победил тысячи, а Давид десять тысяч. И как Саулу было плохо слышать эти слова? Ведь это должен был он, Саул, идти. Он должен был идти и сражаться, но он не пошел. Я обращаюсь к каждому из вас. Не позволь другому прийти и занять твое место. Дорогие мои, я вижу там Евгения из Кишинева, пишет Слава, пишет из Сарани. Всем-всем-всем, я говорю вам, благословений. Не позвольте, Татьяна из Риги, Эльвира, не позвольте другим взять вашу победу. Я облагодаряю вас, вдохновляю вас. Сражайтесь, боритесь, сопротивляйтесь. Смотрите смело в лицо проблемам. Пришли проблемы, смотрите смело. Смотрите дерзновенно. Пришли трудности, экономические, еще какие-то трудности. Смело, я могу все преодолевшую стоять. Я могу побеждать. Я могу сражаться. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да направит тебя Господь. Да укрепит тебя Господь. Да явит свою славу, да откроет окна небесные на тобою. Да пребудет с тобой Господь в славе и в силе. Да и зальет от Духа своего на тебя. Да коснется тебя Господь во имя Иисуса Христа. Да явит Господь славу свою именем Иисуса Христа. Я благословляю. Благословляю. Господи, благослови. 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 Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас Во имя Иисуса Христа Аминь Я благословляю Спасибо вам Сейчас люди пишут комментарии Яна из Швеции пишет У меня много побед после проповедии пастора Максима Максимова Молодец Слава Богу Я прямо сейчас считаю Юрий из Московской области улыбается Татьяна из Риги пишет Слава Богу за нашего пастора Спасибо Татьяна Я очень вдохновлен Услышать ваше сообщение Слава Богу Пусть Бог после таких разреженных проповедий Невозможно жить просто так Унылыми Я благословляю вас драгоценные Ценю каждого из вас В конце хочу поблагодарить Позавчера кто-то сделал перечисление Перечислил 3,5 тысячи долларов из вас Я очень благодарен Я не буду называть кто Но пусть Бог благословит вас И благословит всех тех Кто является нашими партнерами Ваши приношения Помогают нам Изменить этот мир Я проповедую Евангелие каждый день Я проповедую Евангелие Здесь и через телевидение Я знаю что эти слова Которые сегодня говорились Они помогут многим людям Многим людям Найти ответ во Христе Они помогут многим людям Найти Найти Упование Найти свое основание Такие проповеди Как сегодня Помогут людям С вашими Десятинными Приношениями С вашим участием Мы можем Изменить этот мир Пусть Бог благословит вас Сегодня с вами был Максим Максимов Шаббат шалом Люблю вас Ценю Встретимся все дни Кроме субботы И понедельника В это же время На этом же месте Всем пока Люблю вас Дорогие друзья А сейчас вы можете пройти На мой ютюб канал Максим Сиенел И посмотреть Эти и другие проповеди Спасибо за ваше внимание И за ваше участие Субтитры сделал DimaTorzok